Ну, наверное, все знают, что тогда возникла механика и математический анализ. И создателем обеих этих наук считается Ньютон. Ну и это, наверное, правильно, но не совсем точно. Потому что много народу, ну много, что значит, десяток сильнейших ученых приближались к тому, чтобы все это открыть. И, конечно, здесь не только Ньютон работал. Математический анализ создал, наверное, в такой же степени лепест. Здесь в механике у Ньютона были предшественники. Но вот я хочу рассказать о том, как Роберт Кук раньше Ньютона сообразил, что из законов механики следуют законы Кепла. Причем он сообразил это тогда, когда законы механики еще не были сформулированы. Он изложил свое открытие в некотором труде. И когда Ньютон все открыл, то Кук сказал, что у меня уже все есть. И Ньютон сильно обиделся. Ну вот, о том, что же, собственно, открыл Ньютон, я хочу сказать. Ну, прежде всего, прежде чем начать рассказывать об его открытии, я хочу спросить аудиторию. Ну, давайте так, начнем с Коперга. Вот кто знает, что открыл Коперга вообще, в чем его заслуга перед наукой? Ну, правда, история несколько большая, и так трудно с ней беседовать. Давайте я сам скажу, что я за вас думаю. Я много раз спрашивал людей, что открыл Коперга. И, как правило, отвечаю, что он открыл вот же. До Копергика думали, что Земля неподвижна, а Солнце входит вокруг Земли. А благодаря Копергику вы все стали знать, что Солнце находится в центре Солнечной системы, а Земля вращается, во-первых, вокруг Солнца, а во-вторых, вокруг своей оси. Вот это Копергика показал, и в этом его заслуга. И так думают очень многие. Ну, давайте так, я все-таки проверю. А вот есть среди вас люди, которые думают именно так, как я сказал? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, не так уж много. Опустите, пожалуйста. Дело в том, что, и вы так думаете. Дело в том, что, к сожалению, во многих книжках популярных, детских, учебных, именно так и написано. А на самом деле это не совсем так. Во-первых, эту систему, так называемую гелиоцентрическую систему мира, в которой Солнце в центре, ну, в древности считали, как в центре Вселенной, но мы уже будем говорить по-нашему, в центре Солнечной системы, а планеты вращаются вокруг Солнца. Это было придумано давным-давно. Это еще считалось идеей бифагорейцев. Но правда бифагорейцы поражали эту идею в крайне туманной форме. Они говорили так. В центре всего на свете находится огонь. И все вокруг этого огня вращается. И можно было понимать, как хотите. Либо считать, что огонь – это что-то такое мистически-духовное, либо что это просто солнышко. И что вокруг него вращается, тоже догадайся, как хочешь. Но был такой ученый Аристар, последователь Пифагора, он жил в III веке до н.э., который очень реально смотрел на вещи. И он фактически не только придерживался геоцентрической системы, но он правильно измерил размеры Земли и правильно измерил расстояние до Луны. Ну, правильно там... В общем, расстояние до Луны не очень постоянное. Оно в течение месяца изменяется. Так вот, его число было как раз между этими наибольшими и наименьшими значениями расстояния. То есть фактически он нисколько не ошибился. Ну и размеры Земли тоже были измерены достаточно точно. Он так и пытался измерить расстояние до Солнца. Но здесь он все и так шился. Вот почему. Он так шидал. Вот представьте себе. Земля. Вот Луна. И вот где-то там Солнце. Он ждал того момента, когда мы видим в Луну освещенную ровно половину. Вот эта вот половина светлая, а слева темная. То есть когда Луна находится в первой числе. Вот ровно этот момент он ждал. А это означает, что угол между направлением на Луну и направлением от Луны на Солнце 90 градусов. А тогда нужно измерить угол. Вот этот вот угол. Значит, такой момент, когда солнышко еще не зашло. Мы можем измерить вот этот угол между направлением на Луну и на Солнце. И рассчитать этот треугольник. И узнаем таким образом расстояние до Солнца. Этот способ, конечно же, очень не точный, потому что угол почти 90 градусов. И малейшая ошибка в измерении этого угла приводит к очень большой который ошиблся в расстоянии. И он ошибся в 20 раз. Расстояние до Солнца у него получилось в 20 раз меньше, чем оно на самом деле, как мы теперь знаем. А что это значит? Вот кто знает, насколько раз диаметр Солнца больше, чем диаметр Земли? Назовите цифру. Да, на сколько? Ну? На сколько раз? 108. Ну, правильно. Значит, диаметр Солнца, ну, 108, конечно, ну, это примерно всегда, я всегда помню, что примерно в 100 раз, но вы более точно назвали. Диаметр Солнца больше диаметра Земли примерно в 100 раз. 108 раз. А еще можно запомнить, просто для того, чтобы лучше себе представлять Солнечную систему, диаметр Юпитера в 10 раз меньше, чем диаметр Солнца. А диаметр Земли еще в 10 раз меньше, то есть в 100 раз. Ну, это не очень точный инцидент. Ну вот. Теперь мы видим, что Солнце имеет какой-то размер на небе. а именно его размер полградуса. Значит, если мы знаем расстояние до Солнца, то можем сосчитать, каков размер самого Солнца. И если мы ошиблись в расстоянии в 20 раз, то мы и в оценке размера Солнца тоже ошибемся в 20 раз. Значит, Солнце больше Земли в 108 раз по диаметру. А Аристарх ошибся в 20 раз. Значит, оценивая размеры Солнца, он тоже ошибся в 20 раз. И у него получилось, что Солнце не в 100 раз больше Земли, а только в 5 раз больше Земли. Это понятно? Наши Аристарх получил, что Солнце в 5 раз больше Земли. Но тогда он говорит, я человек простой, никогда я не поверю, что такая громадина будет крутиться вокруг Земли. Солнце в 5 раз больше Земли. Что это оно будет крутиться вокруг какой-то там Земли? И он твердо стал на точку деревьев, и Солнце находится в центре планетной системы, и все планеты в него обращаются. Ну вот. Значит, казалось бы, эта система геоцентрическая была известна уже в 3 веке на нашем вере, и уже у нее были очень квалифицированные защиты. Но это не значит, что весь ученый мир эту систему принял. Поэтому, когда Коперник написал свой труд, то эта система не была общей принятии. Ее многие знали, но не было убеждения, что это так. И вот, что написал Коперник в своем труде. Да, извините, я сейчас еще хочу еще одну вещь вспомнить. Вот однажды сидели несколько там физиков, академик один был, кроме них, я не буду называть фамилию, за чашкой чая сидели, обсуждали научные проблемы, и этот академик говорил. Коперник был дураком, говорил как кандемикам. Что он говорил? Он говорил, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вращается вокруг себя и вокруг солнца. Но ведь это зависит от точки зрения, от того, какую систему отсчета вы взяли за основу. как же можно утверждать, что одна система отсчета истинная, а другая ложная? Нет предпочтений. С какой стороны будешь смотреть, так и получится. Ну так как-то нельзя сказать. Допустим, стол неподвижен, а я иду. Это потому, чтобы взяли систему отсчета, связанную со столом. А если взять систему отсчета, связанную со мной, то я неподвижен, а стол иди. Эти точки зрения равноправны. и утверждать, что одна система отсчета правильная, а другая неправильная, это просто бессмысленность. Вот, что сказал этот показатель. Ну, значит, он такой человек резкий, он говорит, что Коперник неудоровал. Этот показатель просто не знал, что же именно он сожгал Коперник. Он просто-напросто, видимо, из школьного учебника прочитал, что там написано. А вот я взял, если меня это заинтересовало, я взял тот Коперник и почитал, что там написано. А Коперник писал вот что. Он говорил, я не утверждаю, что система, в которой Солнце находится в центре, является истиной. Я только говорю, что это система, в которой можно рассматривать движение. Можно рассматривать движение в системе в Толомире, в той, которая была почти общепринятой, в ней Солнце в центре. А можно рассматривать систему, в которой то есть в ней Солнце, в системе Коломире, извините, земля. А можно рассматривать систему, в которой Солнце в центре. Так что, как видите, Коперник ничего неверного не утверждал. Он лучше разбирался, чем он длинный к нему популяризам. Кроме того, Коперник вообще не утверждал, что он что-то новое сообщает. Он просто компенсировал, обсуждал то, что он прочитал в старинных греческих книг. Но его поступление в защиту географической системы имело большое значение, потому что он очень убедительно объяснял, насколько эта система лучше, чем система Коперникова. Но интересно, что против системы Коперникова заражали некоторые великие астрономы. Был такой великий астроном Дихо Прагин, но кто интересуется астрономией, конечно, вздыховатое имя, но он против системы Коперникова. Почему? А вот почему. Смотрите, вот Солнышко, а вот Земля вращается вокруг Солнца. Теперь мы с Земли в телескоп наблюдаем звезды на небе. Если звезда вращается, фу, если Земля вращается, то, глядя на какую-то звезду, вот здесь какая-то звезда, мы должны замечать, что она конечно то влево, то вправо отходит. Вот когда мы здесь, то она значит немножко будет правее, а когда мы сейчас будет немножко леды. Увидеть это очень сложно, потому что Земля еще и вокруг оси вращается, значит нужно очень точно поймать правильный момент. И это очень сложно, еще и потому, что и часов точных не было в то время. Но Тихо Брайдер был фонаристиком точных измерений. и он действительно установил с той точности, которая была им доступна, что никакого вот этого прилибания звезд нет. Но теперь мы знаем, что оно есть. Но точность нужна гораздо большая, чем та, которая была доступна Тихо Брайдер. То есть эти прилибания тем меньше, чем дальше звезда. Все звезды оказались гораздо дальше, чем это предполагалось. Так что вот против системы Коперника были вполне компенсационные возражения и в то время. Ну вот, значит, это я так про Коперника. Про Коперника. Да, еще в системе Коперника еще была одна нехорошая деталь. Все астрономы в те времена и раньше считали, что планеты двигаются по окружности. Но так как это не точно, то они придумывали еще такую вещь, что планеты двигаются по окружности. А к вам дамы еще в какой-то окружности одновременно, как бы накладывались окружности друг на друга. И все равно получалось неточно. Так что в системе Коперника при всем удобстве все равно были неточности. А неточности обнаруживались вот когда. Вот наблюдаю... Но в Толомее больше было правильных с этими институтами. Там уже, кстати, будет намного сложнее про Коперник, как его про хитические... И так... Вот это и был главный вопрос, что с точки зрения геоцентрической системы все выглядит гораздо проще. Читать проще, не выглядеть проще, не читать проще. И именно поэтому система Коперника произвела большое впечатление и стала очень активно обсуждаться. Но вот неточности, все-таки неточности, как они одновременно наблюдают движение планеты. Вот идет Юпитер, идет идет, потом он начинает назад идти, какие-то у него сложные движения. Вот тот момент, когда он начинает идти в другую сторону, или когда планеты сходятся, проходят друг мимо друга, эти все моменты можно рассчитать. И вот если получается, что фактические движения не соответствуют расчетам, то это очень нехорошо. Ведь считалось так, что где-то вся эта небесная механика движения Солнца и планеты это некое совершенное создание божественного. оно не может приблизительно, должно быть абсолютно точно. И вот следующий шаг это были законы Кеплера. Ну вот я сейчас перейду немножко к Кеплеру, а потом уже кукру. Так, я наверное уже заболтался, нет еще. Так, значит, а законы Кеплера знаете, вот поднимите руки, я не буду кого-то спрашивать, просто мне интересно. Кто знает, кто может сформулироваться, я не буду просить никого-нибудь, просто представить, кто может сформулировать закон о Кеплере. Есть, и так уж мало. Ладно. Ну вот, значит, тут было так, ну хорошо, одна маленькая биографическая деталь. Тихо Брагер был датчанин, он много лет работал в Дании, там он был, его очень любил король, вдавил ему даже остров, на котором Тихо Брагер построил обсерваторию, и там туда приезжали ученые, все смотрели в телескоп, но потом этот король умер, и Тихо Брагер вынужден в Другу ехать. Его прилетил и пригласил императора Священной Римской империи, столица которого была тогда, ну не в Праге, а рядом. Вот. Ну, и Тихо Брагер у этого императора работал, по-моему, всего 2-3 года и умер, он был старик. Но он пригласил молодого Геплера, знал, что Геплер такой подающий на деку разбранность. И вот Геплер, начиная с 1609 года, начал опубликовать свои знаменитые законы. Для тех, уста, три закона Геплера. Вот тот закон, который сейчас называется первым законом Геплера, а тогда он во вторых. Это закон говорит о том, что планеты двигаются не по окружности, а по эликсам. Эликс может быть очень похож на огонь, но все-таки точно по эликсам. Кто такой эликс? Вот сейчас проверим, знаете ли я? Кто знает определение эликса? Так, ладно, это хорошо, что вы знаете. А вот кто не знает определение эликса? Придется сказать. Вот как можно построить эликс. Это будет первое определение. Вбиваем ну куда-нибудь в стол или не так, но вот в какую-то втузку вбиваем два гвоздя. И соединяем эти гвозди в другую работу. А теперь берем карандаш, натягиваем шнурок, вот здесь карандаш, и двигаем карандаш так, чтобы хорошее ремку натяну. А потом перекинем и нарисуем тот самый вот этот вот этот вот и будет лестница. То есть эликс это такая линия, что от любой точки этой линии до двух данных точек, вот где у нас будет сумма расстояния будет постоянной. Вот это вот R1 R2 R1 R2 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 Если мы нарисовали окружность на плоскости, а потом плоскость равномерно растянули вдоль какого-то направления. Вы представляете себе, если на воздушном шарике нарисовать что-то, а потом его растягивать, то эта картинка будет изменять свою форму. Так вот, если растягивать равномерно в то какого-то направления, то окружность перейдет в элипс. Это еще одно определение. А еще определение вот такое. Возьмем круглый цилиндр. Представляете себе? Ну, банка там какая-то, ну, цилиндр, круглый цилиндр, все видят их страсть. И вот пересечем его какой-нибудь плоскостью, только чтобы она была не параллельно образующейся. В течение получится элипс. Всегда. Может получиться окружность. Но окружность это частный случай элипс. Так что можно сказать всегда элипс. Если плоскость не пересекает сторону цилиндра. Если плоскость не пересекает сторону цилиндра. Цилиндр, да, я понял. Цилиндр я, конечно, нарисовал другого ограничения, но на самом деле цилиндром называется бесконечная такая гигура. Правильно. Если цилиндр пересечь плоскостью, не параллельно образующей, то обязательно будет елипс. Так, и еще одно определение, я уже просто скажу, чтобы тут все было. Вот какое-то. Вот берем конус, прямой круговой. И тоже дисконечный. Так просто я его нарисовал, ограниченный, но сам же дисконечный. И пересекаем его плоскостью. Но здесь вариантов больше. Вот если так пересечем плоскость. Если он пересекается с плоскостью по какой-то ограниченной фигуре, то это будет элипс. Но может быть не элипс. Вот если мы пересечем плоскостью, которая параллельно вот этой прямой, вот так вот. То там волнуется поразово. А если пересечем плоскостью вот такой вот, то будет две ветки-педвертые. Ну вот это уже почти все определения элипса. Ещё только одно можно добавить. Чисто аналитическое. Вот если у нас есть... Если у нас есть... Да, для каждой системы координат. Напишем такое уравнение. x квадрат на а квадрат, и x квадрат на b квадрат равняется c квадрат. Такое уравнение. А бается это дикой чисел. То множество точек, которые повторяют этому уравнение, это будет элипс. Ну вот и хватит. Значит, что такое элипс? Понятно. Значит, у элипса есть два фокуса. Если фокусы очень близкие, то элипс почти окружен. Почти не отличается от окружности. Вот большинство планет Солнечной системы диверрируются вокруг Солнца по элипсам, которые весьма близки к окружности. Именно поэтому долго не могли заметить, что это на самом деле элипсы. Слушаю вас. Ну, от них зависит растяжение. Вот эти. Ну, смотрите. Если... У меня это специальные числа. Их себе как современные, да? А вот здесь специальные числа. Числа, от которых зависит формула. Это я могу разбираться. Понимаете, я просто не хочу еще полчаса тратить на это. Это в любом учебном театрические геометрии подробно устарается. Просто я сейчас упомяну, что такое определение тоже есть. Да. Ладно. Так вот. Первый закон Кемплера заключался в том, что планеты диверрируются появились. Ну, там были еще вторые и третьи законы. Давайте сейчас я их пропущу, потом вернемся, если мне не приятно. Итак. Благодаря законам Кемплера появилась очень четкая система, которой раньше не было. Стало понятно. Появилась точная картина, как двигаются планеты. И тогда стала на очередь вот какая проблема. А почему они так двигаются? Вот так здорово двигаются, а вот почему? Дело в том, что тогда механики, как в науке, современной еще не было, а были только ее самые начало. Архимед разработал статику. Это все знают за законы Архимеда, за законы Рычагов. А вот динамики не было. Первые движения в этой области были у Галилеи. Он установил, что все тела независимо от того тяжелые иллюги, и падают с одинаковым ускорением, если им воздух не мешает. Ну вот, Галилеи начал, но вот дальше пока что все-таки не было этой науки. И вот тут произошло очень важное событие. Сейчас. Да. Вот я к нему и перейду. Это к работе Гуха. Гуха предположил... Ну правда нет, это еще не было. Значит вот ученые стали думать, а почему планета двигается именно так? И Гетлер тоже предположил, что наверное Солнце как-нибудь притягивает планету. Но как притягивает, он не знал, и как-то дальше дело не пошло. А Гуха решила вот как. Он предположил, что наверное Солнце что-то излучает такое, благодаря чему планета притягивается. Что он не знает. Он решил, что то, что Солнце излучает, наверное пропорционально угловой площади. Вот здесь. Значит угловой диаметр. Что такое угловая площадь? Это вот берем всю сферу небесную, представляем, проектируем все на какую сферу, в центре которой находимся мы. Эта сфера имеет какую-то площадь. Вот какую часть этой площади занимает Солнце? Вот это угловая площадь. Угловая площадь обратно пропорциональна квадрату расстояния. Если Солнце приблизится в два раза, то во сколько раз увеличится угловая площадь? В четыре раза. Потому что середневный размер увеличится в два раза, если Солнце приблизится в два раза. Вот он, когда решил, то скорее всего надо предположить, что притяжение Солнца обратно пропорционально квадрату расстояния. Вот это он предположил. А дальше он предположил так же, что ускорение планеты пропорционально этой силе. И стал прикидывать, а как будет планеты двигаться, если это принять? И видит, что-то получается вроде эликса. А это совершенно новый фактор. Он сразу понял, как это фактор. Действительно, он находился в самый момент рождения основных идей Ихалии. И он это написал. И вот я как раз, сегодня как раз хочу, у меня осталось время рассказать, что собственно он сделал и как это получилось. Но дело в том, что я точно не знаю, как надо это сделать. Он это написал в несколько людей на латинском языке. Я этого крутально читал и латинского языка не знал. Но его, наши ученые, историки, которые изучали труды Бука, прочитали его работу и почти ничего не поняли. Почему я так думаю? Я почитал статью о Гуге на циклопедии Прогауза и Фрод. И там написано про его работу, что в этой работе весьма туманно изложена идея всемирного тяготения. То есть люди, которые изучали эту работу, наверняка знают латинский язык и специально ее изучали, ничего более толкового не могли написать, чем то, что изложение тумана. Но Ньютон, который был современником Бога, он все понял, обеявили. Наверное, тоже все понял. Но нам легче понимать. Я хочу рассказать о работе Бука, не как историки, а вот как бы реставрировать. Вот попробовать реставрировать год мысли, но на современном языке. Ну, заметим, что все так сейчас делают. Кто сейчас цитирует Ньютона? Цитируют мне Ньютона, а тех математиков, которые там работали через 200-300 лет после Ньютона. Вот. Значит, сейчас несколько слов прокомментируем. Ну, это английский ученый из дедной семьи. Его сначала хотели подготовить на священника, но он был очень ленив учиться. По крайней мере, я думал, что он ленив учиться на священника. А его все тянуло на всякие изобретения или всякие штучки изготовлять руками. Но, например, он очень любил вот что делать. Он делал линзы, своими руками делал линзы для телескопа. Я знаю, что и сейчас есть такие любители, из них одного и разума. Вытачивают линзы руками. Причем точнее. Ну, и много изобретений вытачивают, вроде бы не очень больших, но до сих пор они существуют. Ну, например, впервые появились тогда витры, эти спиральные кружины, которые сейчас используются в часах. Вот такая форма. Бук изобретен. Потом закон Бука. Могите, знаете, что если надавить на какое-то тело, то деформация пропорциональна силе. Это закон Бука. Тоже того же самого Бука. Потом он, вот в это время Бюрингс активно изобретал часы, и Бук, оказывается, тоже участвовал в накресении часов, который кое-что изобретал там. Так что он довольно много сделал. Но вот, мне кажется, что вот этот шаг под механикой к Кемблеру, это, мне кажется, самое интересное. Вот, теперь я хочу рассказать, как это можно было бы сейчас объяснить. Так, у меня сейчас, по-моему, стоят, нет? Какой участок? Без 20-ти. Без 20-ти, но тогда нет, не стоят. Так, значит, вот какая идея. Вот у нас центр тяготения. Ну, допустим, Солнце. Будем его считать, что это начало координат. И нарисуем для каждого систему координат. Каждый, вот, что он с кейсом. И вот здесь находится планета. Планету будем считать точкой. Понятно, что в масштабе Солнечной системы, мы Солнце и планеты будем считать точкой. Планеты имеют какую-то начальную скорость. Значит, начальные координаты и начальную скорость. И вот, рассчитать движение довольно сложно. Потому что, когда она движется, то одновременные расстояния меняются. И тем самым сила тяготет. Но синтрость состоит вот в чем. Давайте все время, в течение которого происходит движение, разделим на маленькие равные отрезки. Ну, например, отрезок, например, сутки. А может быть, часть. Не важно, важно, чтобы это были какие-то маленькие равные отрезки. И сделаем некоторые предположения. Вот какое предположение. Что в течение вот этого промежутка времени сила, которая действует на планете, не изменяется. Конечно, это неверно. Это приведет к ошибке. Но, как мы видим, ошибка будет маленькой. Вот сейчас. Давайте так. Итак, начальник. x, y. То есть мы знаем, где находится планета. И знаем, какие есть скорости. u, v это... Значит, скорость это вектор. Да. Я на самом деле не торопился. Здесь планета двигается в трехмерном пространстве. А я нарисовал плоскость. Имею я право? Нет. Да. Да. Почему? Да. Ну, смотрите. Возьмем один вектор. Это... То, какая означает скорость. Да. Вот. Ну, я здесь, я говорю с предположением, что на протяжении ответств у нас скорость вроде как не меняется. Вот. Значит. А второй вектор будет сила протяжения. Так. Вот один вектор. Вот так. Правильно. Вот тот вектор, который соединяет Солнце с нашей планетой, называется радиус вектор планеты. Вдоль этого вектора идет сила протяжения. Вот. Но они образуют треугольных. Значит, в течение этого дня планета будет двигаться по плоскости. Да. А дальше? А дальше она всегда будет двигаться по плоскости. Совершенно верно. Совершенно верно. Движение планеты вокруг Солнца это движение в плоскости. Нет никаких сил, которые выведут планету из этой плоскости. Вот как она пошла? Правильно. Есть радиус вектор и вектор с горстью. Через два отрезка проводим плоскость. И из этой плоскости планеты не могут уйти. Никакие силы ее отсюда не выведут. Поэтому движение плоское. И я имею право нарисовать на плоско. Значит, вот на плоско. Если я взял систему координаты так. Вот. Вот вектор скорости. Значит, раз известно координаты, значит известно сила тяготения. И по величине, и по направлению. Теперь я положил, что в течение вот этого промежутка времени сила тяготения не успела заметно измениться. Это значит, что в течение этого времени сила, действующая на планету, все время одна и та же. А ведь это есть не что иное, как свободное падение. Закон о свободном падении мы знаем. Могут все рассчитать. При свободном падении тело двигается по параметрам. Смотрите. Разложим вот эту скорость на две составляющие. Одна составляющая идет вдоль рейтинса, а другая в рейтингу. Сила тяготения изменяет только вот эту составляющую, которая направлена вдоль рейтинса. А вот эта составляющая от силы тяготения не зависит. Значит, тело будет двериться с этой скоростью сюда, а вот движение в эту сторону будет происходить по тем законам, по которым происходит работа с горжими движениями. И таким образом мы можем сосчитать, что вот после этого движения, вот по парамоле тело будет двигаться, и туда-то придет. Сосчитаем, где у него кажется. И сосчитаем, какая у него будет скорость. Тоже по тем же правилам. И вот, значит, мы знаем. В начале этого момента знали координаты скорости, а теперь в конце этого момента мы знали координаты скорости. А это дает нам возможность к следующему промежутку времени дополнительно применить те же самые сутки. И вот так шажками будем идти. Так вот и делаем. Он шел такими шажками, и видите, получается двигаться. А этот уже улетел. И вот я не хочу выписывать все формулы, потому что я вас упомню. А я взяли не написал, и хочу вам разглядеть в том, где все формулы написаны. По-моему, у меня спросит. Так. Леша, вы не поможете? Давайте, пожалуйста. Нет? Это вам. Вам нужно. А вы можете помочь вам? Кому не нужно? Ну давайте так. Вот тут написаны все формулы. Просто я не хочу... Если я начну на доспехе писать, все уморю. А вот ровно я не написал. То есть если в начале момента времени мы знаем координаты скорости, как сосчитать их в конце вот этого промежутка. я не хочу. Да, пожалуйста. Ну давай. Ой, 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 ой. Хватило неделю там, фунтальта. Продолжение следует... 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 с такой точностью, что ошибся на чертеже незаметно, поэтому я не стал применять этот рисунок. Так что получается довольно точный способ расчета. В одном случае я взял такие параллели, что должна была получиться точная окружность, но вот она почти получилась точная окружность. А в другом случае получился элипс. И вы можете проверить с помощью людей, что выполняется условие, что сумма расстояния от какой точки этого элипса находится постоянно. Вы можете проверить. Вот теперь можно сделать перерыв. Нет? Уже 50 минут прошло сначала. Делать перерыв? Не надо. Не надо? Так. Ладно. Тогда я сейчас хочу немножко вернуться. Знаете что? Вот все-таки сделаем немножко перерыв. Давайте. Немножко я попросил. Может быть у вас возникли вопросы. Давайте так. Я потерял несколько ощущений. Как вы меня понимаете? Попробуйте позадавать вопросы. Нет вопросов? Да, пожалуйста. А какие начальные значения? С чего мы начинаем? Какие вот отсюда? Ну... Не только с вас нет. Да, я сейчас скажу. Как нет. Во-первых, если у вас есть кисточек, то там написано. У вас нет кисточек? Ну возьмите у соседей. Там написано начальные значения. Значит, как можно выбрать начальные значения? Смотрите. Если у вас... Ну вот сейчас. Вот допустим. Вот какой-то такой вот кисточек. То... Есть такая точка, где расстояние... Ну, точка... Аферии, по-моему. Точка, где расстояние минимальное. На фокусе. Вот. Вот здесь. Вот расстояние на фокусе. Внимание. Вот давайте сюда и направим в власти х. Тогда мы, значит, имеем право считать, что в начальный момент скорость как регулярно радиусветла. Ну, так удобно. Значит, от того, что мы будем менять причину, мы будем менять... Начальная скорость по направлению будет всегда одинаковая. У нас всегда будет регулярно радиусветла. А величина будет меняться. Тогда, если у нас величина маленькая, то... Элик смогут вот такую вот. Вот такую вот. А если большая, то, наоборот, вот такая вот. Если очень большую скорость зададим, то планета улетит в космос и не вернется. Это гиперболическая траектория. Ну, вот так удобно экспериментировать. Вообще, кроме говоря, я вчера на компьютере попробовал разные вещи, но забавно. Но в данном случае было принципиально только то, что эликс получается. Поэтому я подобрал такие параметры, чтобы было видно, что эликс получается. Так, ну какие еще вопросы? Я понимаю, что мы в формулу еще не успели разобраться. Но, тем не менее, может какие-то вопросы есть. Вот. Вот данный самый век. Как? Х и у. Х и у это координаты, да? Ну, я знаю. А у и у и у это скорость, это век. У нее, у скорости две компоненты. Ну, что это и вектор? У вектора есть проекция на уз х и проекция на уз у. Вот две компоненты. Вектор это у и у. Вот. Значит. Вот если мы берем не начальный момент времени, а какой-то момент, уже не начальный, вот где-то здесь находится. То у нас там будет вот скорость. Она будет, значит, по касательно идти. Вот радужная. И нам для расчета нужно эту скорость разложить на две составы составляющие. Одна из которых идет по радиусу, а другая из кутикуляция. Вот там написано, портун координат. Значит. У и В это компоненты в первоначальной системе координат, а для расчета нам нужно разложить к этому вектору по таким компонентам, что один идет по той радиусу, а другой по кутикулятору. Вот тогда расчет получается простой, а потом все это приводится еще обратно пересчитать к старым координатам. Там цветы. Да. Ну, может, еще вопросы? Ну, тогда я вот что спрошу. Значит. Второй Закон Кетра. Что такое Второй Закон Кетра? Ну, наверно, как кто-то знает, я его вам срегулирую. Вот у нас центр негодения. И вот планета двигается по эльфу. Но я нарочно нарисовал, очень вытянутый эльфис. На самом деле, планета так не идет, но планеты входят в документы. Смотрите. Когда планета двигается в протяжении Солнца, то протяжение Солнца ускоряет планету. Когда она удаляется, то наоборот, протяжение Солнца замедляет планету. Поэтому получается, что вот эту часть траектории планеты походит быстро, а эта часть не движет. И вот в чем состоит теперь Второй Закон Кетра. На самом деле, исторически он был первым, а потом он стал называться вторым. Если мы возьмем какой-нибудь интервал, ну, например, сутку, и посмотрим, как занеты противные сосуды. А потом возьмем другую часть траектории и тоже посмотрим, сколько планет пройдет со Солнца. Вот здесь она пройдет меньше, но далеко от Солнца. Нарисуем вот эти два радиуса. И вот оказывается, что площади вот этих векторов будут одинаковыми. Площадь, залетаемая радиус вектором, за одинаковые промежутки времени, в разных частях орбиты будет одна и другая. И вот теперь посмотрите на вторую. На второй радиус у вас на списках. Там, где получился деятельность. Там жирно выделены точки, по которым деятельность строился. Они через одинаковые промежутки времени. И там очень хорошо видно, что скорость движения планеты убывает, когда планета уходит от Солнца. Нарисован такой секторчик. Видите, да? Два сектора. Вот их площади должны быть равны. Вот это и есть второй закон Демблера. И тут он тоже хорошо видно. Но есть еще и третий закон Демблера, про который можно тоже вспомнить, просто для полноты. Если начали говорить, то надо назвать все три. Ну, я понимаю, кто-нибудь, конечно, знает, но я чувствую, что, наверное, все-таки далеко не все. Поэтому я сформулирую. Если первые два закона говорят о том, как одна планета двигается вокруг Солнца, то третий закон говорит уже о том, как связаны движения двух разных планет. Вот в первых двух законах везде речено только об одном Солнце и одной планете. А вот теперь, если у нас есть две планеты, тогда вот что оказывается в проявлении. Чем дальше планета от Солнца, тем больше у нее длительность года. Ну, знаете, соотношение такое, что... Ну, что, я заказываю фигуру от того, чтобы пробовать в В. Так, квадратный период относится как кубы больших полуоси. А первая будет, а вторая будет. Большая полуоси – это вот что. Вот у нас два фокуса. Два фокуса, раз, два фокуса. Вот это большая фокуса, а это малая фокуса. Ну, а в геометрии очень привыкли говорить не об оси, а о полуоси. Поэтому так и сформулировано. Кубы больших полуоси. Но ясно, что есть, что кубы больших полуосей относятся также к кубы оси. Значит, тут от того, что мы разделили этот баланс, все равно отношение кубов не изменилось. Ну, так и сформулировано. Так этот закон классически формулируется. Квадратный период относится к кубы больших полуосей. Ну, давайте, чтобы запомнился, попробуем его сейчас сразу чего-нибудь применить. Вот кто из вас знает, за сколько земных лет Юпитер делает оборот вокруг Солнца? Кто помнит? За сколько? Ну, подскажите. А всего 13. Нет, меньше немножко. Больше 11 и меньше 15. Я тоже точно не помню, но не 13. Вот примерно так. Да, но порядок правильный, да. Я не помню, 11 с чем-то, но меньше 11. Может кто-то еще точнее знает, нет? Нет таких? Хорошо. Значит, квадратный, значит, как относятся периоды Земли до Юпитера и Земли? Значит, период обращения Юпитера относится к периоду обращения Земли, это... А, вот, вы, наверное, астрономию знаете. Вы же знаете, да? Какой период обращения Юпитера вокруг Солнца? Сколько земли лет? Не помните? Не помню. Не помню. Забыл? Ну ладно. Значит, вот, будем считать, что 11,5. Я точно не помню, но это довольно преследовательство. Итак, периоды относятся как 11,5. Значит, у нас один год, у них 11,5. 11,5. Значит, квадратный период относится примерно как... Значит, 11 в квадрате это 121. А тут чуть больше. Ну, может, 130, что ли, так. Это квадратный период, как относится. Они относятся как кубы больших полуосей. Но орбита Юпитера почти круговая, и орбита Земли почти круговая. Поэтому большая полуоса это просто радиус. Радиус орбиты. Значит, сейчас оценим. Во сколько раз расстояние от Юпитера до Солнца больше, чем расстояние от Земли до Солнца? Нужно выяснить кубический корень из 130. Сколько это будет? 6,5. Ра, молодцы. Даже без компьютера? Откуда вы знаете? Так, а вы что-то хотели сказать? Ну, это где-то 5. Ну, 5, конечно. 5 в чуть-чуть. Значит, 5 в квадрате будет 125. Значит, кубический корень из 130 это 5 в чуть-чуть. Ну, вот мы и получили сразу ответ. Что радиус орбиты Юпитера в 5 в чуть-чуть раз больше, чем радиус орбиты Земли. Вот какие прекрасные соотношения следуют сразу без закона Юпитера. Ну и дальше я уже тогда просто скажу немножко... Ну как, мне, наверное, пора кончать, когда... Когда должен мне кончать? Павел, когда я должен кончать? Не в четыре, наверное? Не в четыре, наверное. Награждение у нас в пять. Пока еще можно, да? Вот. Я сейчас хочу сказать вот это. Вот смотрите. Благодаря работам. Ну, там, не только, конечно, Бук. Бук сделал очень важную вещь. Но все-таки фундаментальную работу по созданию механики и анализа, математического анализа, проделал все-таки Ньютон. Как все считают, что Ньютон это создать. Наверное, это правда. Потому что у Бук как была такая. А Ньютон действительно написал такой фундаментальный труд, который послужил началом для сразу многих новых. Ну, вот. Ну, вот. Для того, чтобы... Вот, что интересно. Почему механика была открыта сначала на небесах? Вот, казалось бы, мы могли бы законы механики увидеть... Вот здесь вот, мы все время с ней сталкиваемся. Вот все время сталкиваемся с механика. Однако законы обнаружились благодаря тому, что изучали движение планет. А на Земле вот никак не могли их обнаружить. В чем дело? Мне кажется, дело вот в чем. Что на Земле все происходит очень осторменно трение. А в космосе там так пусто, что там все в чистом виде. Трения почти нет. И вот в чем состоит закон инерции. Первый закон механика. Он вот в чем состоит. Что? Тело сохраняет состояние покоя или равномерного другиминейного движения, покажет, поскольку никакие силы не выводят его из этого состояния. По-моему, и так мы уверены. Точно переводим. Точно переводим. Так что получается, для того, чтобы тело равномерно двигалось, на него совсем не нужно воздействовать никакими силами. Это закон механика. Мы ведь в это почти поверим невозможно. Но спросите, не знаю, любого шофера или там, да, извозчика, что если никакие силы не действуют и так не будет, так и получили эгоирность. Да нет. Это настолько противоречит привычному здравому свойству, что в этот шофер почти невозможно поверить. Но в том-то и дело, что на Земле почти не бывает таких условий, чтобы трение много было преливлений. И поэтому очень трудно было увидеть этот закон на Земле. А на небе очень легко. Там планеты миллиарды лет двигаются, крутятся и хоть бы шло. Их подсталкивают не надо. Вот мне кажется, почему, во-первых, первая причина, почему законы и механики открыли сначала на небе, а потом уже обнаружили, что они верны также и на Земле. А вторая причина легкая. Вот, оказывается, что очень долго не было никакой точно установленной единицы измерения времени. Вот были сутки. Сутки, конечно, это и есть единицы измерения времени. И сутки в течение года почти постоянно. Они чуть-чуть изменяют свою величину. Но раньше вы об этом, конечно, не знали, когда не было точных часов. Но сейчас-то мы знаем, что сутки в течение года немножко изменяются на какие-то доли секунды. Кстати, почему? Чего это вдруг? Земля. То быстрее будет, то медленнее. Да? Постояние до Солнца. Постояние до Солнца. Это другое. Значит, если ориентироваться... Сейчас я понимаю, что вы говорите. Значит, смотрите. Вот если считать так. А от момента, когда Солнце взялится до следующего момента, когда Солнце взялится, это да, это будет меняться в течение года. Потому что, когда Солнце, когда земля, взялится близко от Солнца, то ей нужно докручиваться, чтобы вздох на Солнце смотреть. А здесь это почти не нужно. Так что да, это верно. Но если ориентироваться не по Солнцу, а по дальних звездам, тогда, казалось бы, вращение Земли должно иметь постоянную угловую скорость. А это тоже не совсем да. А вот почему это может быть не так? Вот это да. Что? Потому что у тебя вращается на Солнце. Ну и что? Ну и пусть. Почему это ей мешает вращаться вокруг себя с постоянной угловой скоростью? Нет. Это не нужно мешать ей вращаться вокруг себя с постоянной угловой скоростью. Ладно, я не буду сейчас... Да, вы знаете? Она сплющивается. Сплющивается. Нет, вроде бы... Вот если в течение года ее скорость вращения может изменяться, то это только потому, что у нее могут изменяться формы немного. Приливы. А форма Земли немного изменяется. Приливы... Здесь... Что они изменят? Потому что они одинаковы. Нет, на самом деле изменяются. Потому что я обычно узнал. Когда собирается проба снега на севере, то земля чуть-чуть ускоряется. А когда снег растает и стечет в руке, то она немножко замемляется. Это могут измерить сейчас при точных часах. Но это, конечно, уже такие мелочи, о которых никто и не догадывается. А вот когда появилась точная единица времени, установленная, общепринятая, кроме суток, Час не был точной единицы. Вот смотрите. В древнем Вавилоне разделили день на 12 граммовых часов и ночь на 12 граммовых часов. И это тянулось до 17-го века. То есть час ночной и час дневной различались по величине, и причем зависели от времени года. И вот я видел в старой книжке рисунок водяных часов. Как они были устроены. Сейчас присутся. Значит, цилиндр. На этот раз ограничен металлический цилиндр. И вот стрелочка. Ну тут какой-то механизм, я уже не буду сейчас разбираться. Стрелочка так устроена, что в течении суток она равномерно поднимается. А тут имеется деление. В момент восхода солнца начинается счет дневных часов. Час два, три, так далее. Причем, когда стрелка дошла оттуда, то в механизме там слышно шум воды, стрелка быстро падает и начинается новое движение. Но при этом варфан поворачивается на одну 365-ю часть. И стрелка идет уже в другой линии, в соседней. А на ней деление немножко смещены. И таким образом в течении всего года эти часы правильно оказывают время. Границы между днем и ночью это некоторые кривая. Вот нижняя часть белая, и на ней деление нарисовано черное. А верхняя часть черная, и на ней деление белое. Поэтому по стрелке сразу видно, где сейчас или нет. Вот так были устроены водяные часы. И когда стали пытаться сделать часы маяки, голые буржинные и так далее, то первая проблема была такая. Что как же мы сделать, чтобы они правильно могли переходить от ночных часов к дневным, да еще учитывать время года. Вот какая была проблема. И эта проблема в древней Евгении была решена с помощью солнечных часов. Вот я хочу, чтобы вы сами подумали, а как можно устроить солнечные часы, чтобы они, но они правда показывают только дневное время, ночью солнечные часы не работают. Да. Как можно устроить солнечные часы, чтобы дневное время они показывали правильно, в течение целого года, правильное время. Вот нынешние солнечные часы для этого не годятся. Подумайте, как нужно их устроить. Вот когда я ушел сюда, вы знаете? Да, по-моему, надо поставить стрелку под углом равной широте места. Это не достаточно. Надо еще смотреть по-другому на них. Подумайте, в общем, давайте сейчас не торопиться. Значит, в древней Египте это было сделано. И вот там были дневные часы в Александрии. И как за Юлий Сезарь позавидовал и проговорил царицу Клеопату, чтобы она ему эти часы подарила. Он привез их в брик, и они сказали, что, как раз, как неверное время. Вот. Я был в пятом классе, и я их удивил. Я, значит, такой, можно сказать, скромный. И если я чего-то не понимал, то думал, ну, ладно, значит, я дурак. Но я не понимал, почему это они стали показывать неверно. Я же ничего не знал об этих штуках дневными и ночными часами. Вот. Ну, спросил учительца. Ну, как-то не стало меня особенно слушать. Ведь часы-то показывают местное время, а там другая толкота с другой местное время. Поэтому неправильно показывать. Ну, я понял, что это что-то не то, что это я. Скорее всего, она невдумывалась в мой вопрос. И только недавно я рассказал, оказывается, действительно, счет времени в другую. Так. Так вот, Юйкенс, который жизнь свою положил на то, чтобы сделать хорошие часы, днем и ночью одинаковые, в течение всего года одинаковые. Но для этого он мог бы это перевести. Он 12 часов перевел на полдень и на полдень. То есть такой момент, который не зависит от восхода солнца. Юйкенс был голландец, но добился того, что его избрали президентом Парижской академии наук. И, видимо, его влияние там было достаточно сильным. Он сумел уговорить соответствующие инстанции и властью с днем Пару, чтобы часы перевели. И вот с тех пор мы живем по нашим уровням. Вот. А что же у нас осталось? Какие воспоминания остались от тех времен, когда 12 часов был момент восхода солнца? Остались сказки. Вот у нас есть такие сказки, в которых, ну, например, здесь мы собираемся на Лысую гору, и там у них шапочка происходит. Такой праздник. И вот я всегда немножко удивлялся. Так вот так тоже не особенно. Думаю, ну, маленькие тутыки говорят. Но удивлялся, а почему ведьмы так боятся 12-го удара часов? Я понимаю, это уже полчаса. Казалось бы, самое время для веселья ведьмы. Полночь, темнота. А они боятся 12-го удара, и еще, оказывается, тут почему включится. 12 часов ночи. В общем, странные тутыки. Эти сказки остались с тех пор, когда был в другое время. Сказки-то не переделываются. Так что, вот, имейте в виду, что в 12 часов весьма еще не расходится. Это самый праздник для них. А петухи кричат на восходе солнца, а не в тентаксе. А есть такое выражение, как третье петухи. Что оно обозначает? Нет. Ну, вообще... Я так вот обзираюсь, как я не говорю. Да. Поположаю. Да. Хорошо. Значит... Ну, в основном-то... Я бы не закончил. Может, еще вопрос? У меня есть премия? Это насчет египетских часов. Да. Насчет египетских часов. Насчет египетских, как они... Почему они работают правильно, вы можете сказать? Или вы интересуетесь людей от этого? А там вот тоже сложный рисунок на них. Вот сейчас... Сейчас как сделаны стрелки с солнечных часов? Это прямая нить. Ну, обычно... Это вот... Вот такой вот... Там прикольный... Знаете, вот... На стене старого здания университета, на боковой улице, есть солнечные часы. Вот, смотрите, в кабинете. Там значит... Вот... Стрелка, которую отбрасывает тень, должна распродлить на земной насиль. И тогда получается, что... Тень, которую она отбрасывает, она может быть короче и длиннее, но направление ее всегда будет соответствовать времени. Вот мы можем отбандуировать, но, например, после этого направления она может быть 20 часов, как мысли. А вот в этом направлении... Час... А там... Вот эти линии будут постоянные в течение всего года. Но длина тень будет разная. Потому что разная высота Солнца. А линия, главное, будет параллельно оси земли. Тогда никаких отклонений нет. Но... Если мы хотим, чтобы час был разный, в разное время годы, тогда нам нужно смотреть не просто направление этой линии, а нужно смотреть, в какую точку падает Держинь. Здесь будет трудно и ровно, и при вымете, это видный призыв. И в зависимости от того, куда пойдет Держинь, мы будем знать, который час был. Вот так они безусловлены. Я думаю, что такие часы можно наладить для определенной широты, но до другой широты их не будут неверно идти. Потому что там другое разделение. Вот. Ну, в основном, я все сказал. Ну, понимаете, там наука большая. Ну, как стоишь? Все-таки могут из вопросов раздалека. Нет вопросов. Ну, давайте тогда кончим.